Еще раз здравствуйте всем поклонникам фигурного катания. Продолжается первый соревновательный день второго этапа серии Гран-при, турнира Skate Canada. И сейчас мы перемещаемся в атмосферу спортивных пар, которые готовятся представить публике свои короткие прокаты. Возможно, это будет что-то ух и ах, но мы увидим это совсем скоро. Я, Наталья Кларк, и этот репортаж вместе со мной продолжает технический специалист Александр Куренцов. Здравствуйте. Да, это точное дополнение, которое я не успела выразить сразу в одном предложении. Александр, одна, у нас пара снялась, об этом было известно еще заранее, поэтому мы увидим, как обычно, 8-7, собственно говоря, что произошло с британцами. Я думаю, что они получили травму, безусловно. Судя по тому, как они катались в предыдущий сезон, это не исключено. Начало сезона, как правило, дается иногда не так легко, да? И почему это, по правилу, травмоопасно? Первое, как бы это, это на прокате может случиться? Нет, ну, во-первых, парное катание вообще травмоопасно, ведь один из самых травмоопасных видов всего. И, конечно, не будет проблемы, особенно, когда спортсмены не очень хорошо технически подкованы. А их будет не хватать вот в этом инвестисте, который мы совсем скоро увидим и нам его представят? Безусловно, да. У нас не будет хватать этих спортсменов. Но, конечно же, хотелось бы видеть чуть большее количество парников на каждом этапе гран-при, может быть, пар 10-12, но это связано с тем, что в каждой разминке может разминуться не более 4 пар. Здесь все кратно и 4, то есть может кататься или 2 разминки 8 пар, или 3 разминки 12 пар. Но, Москва и Америка тоже было сильнее. Кратковато, что поделаешь. Ну, откроем завесу тайны, кто пока еще не открыл, собственно говоря, сайт Международной Федерации, но посмотрел полный список. Есть на кого посмотреть, естественно, это четырехкратные чемпионы Европы и мира Алина Савченко и Алина Солкова. Они будут завершать выступление парников короткой программы. Что еще может привлечь внимание наших сегодняшних телевизорителей и на кого-то выбрать? Ну, собственно говоря, здесь можно посмотреть, если 7 пар, мы, наверное, уделим внимание каждой паре. Безусловно, мы уделяем внимание каждому участнику. И здесь есть интересные моменты, связанные с тем, что некоторые партнеры или партнерши поменяли партнеров. Да, для первой пары, кстати, да, Линдсей Дэвис и Марк Ладвик, это будет образа дебют. Это, безусловно, дебют, потому что их та и другая поменяли своих партнеров. Но будем рассчитывать на то, что они откатаются хорошо, так же, как и вторая пара американская, потому что она тоже в новом составе сейчас катается. Как ни странно, в парном катании успех приходит в более позднем возрасте. То есть, если мы возьмем возраст партнеров американцев, то Марк Ладвик, 33-летний спортсмен, Дон Болдуин, 35-летний спортсмен. Очень интересно. Не говоря о том, что Робин Шелковый тоже достиг возраста 35-35 лет. Я думаю, что все будет хорошо. Все-таки лед здесь отличается по своей ширине от традиционного, к которой привыкли европейцы, да, что здесь он несколько хуже. Из-за этого заходы на некоторые элементы происходят... Здесь такая ситуация складывается. Здесь, как правило, американский размер 26 метров ширина, длина обычно 58-60 метров, то есть она обычная. То есть проблемы связаны с шириной. То, что касается одиночников, например, им проще подстраиваться под размеры этой площадки. Парникам-танцорам намного сложнее. Но ребята опытные и в условиях тренировочного себя дома, в Европе, как правило, даже вот когда я был фигуристом, обязательно ставились какие-нибудь фишки на расстоянии. Четырех метров от Борска. И накладывались какие-то штрафы, если мы так и приезжаем, собственно говоря. И проходила неделя 10 дней. То есть изначально, когда к началу сезона готовится, это только тренируется под эти этапы, которые происходят в Северной Америке? Или это тренируется, в принципе, для всего сезона, просто с учетом размера? Нет. Весь сезон состоит из различных соревнований на различных площадках. Поэтому, наверное, не имеет смысла тренироваться под такую конкретную площадку. Я уверен, что перед чемпионатом мира в Лондоне и Антарио в марте 2014 года в Канаде будет, наверное, энное количество тренировок, посвященное размеру. В связи с размерами. Вот в этой же разминке присутствует такой микс французский дуэт, который представляет Францию. Это Дарья Попова и Брона Массо. Что можно сказать о них, поскольку Гаррия посетительница России? Очень интересная пара. Я не могу сказать, что она представительница России России, потому что девушка, рожденная в Москве, конечно же, но она в раннем-раннем детстве сместилась в Западную Европу. И на протяжении последних лет десяти я слышал, что есть девочка Попова, которая тренируется в Берлине, в Хемнице, в Эберсдорфе, у немецких тренеров, у французских тренеров. Наконец-то она нашла себе достойного партнера. Абсолютно не комплексует в связи со своими габаритами, данным роста веса. Потому что партнер позволяет кататься так, как им это удобно. Говоря, они дебютировали на чемпионате Европы в прошлом году. Замечательно откатав короткую программу, у них было прекрасное настроение перед произвольным. И во время произвольных программы они несколько провалов, и, собственно говоря, не проиграли второй французской паре. Хотя выиграли чемпионат Франции в прошлом году. Вот очень уверенная в себе партнерша, и я думаю, что здесь будут сейчас кататься перед нами. Как раз мы их видим Дарья Попова со своим партнером. До этого перед нами была американская пара Линдси Дэвис и Марка Ландвиш. Ладвик. Ладвик, извините. Которые, собственно говоря, дебютируют в данном сочетании на этом. Если можно так сказать, отметить для 33-летнего, сказать спортсмена, что они дебютируют. И вторая партия французской визы Дон Болдуин. Дон Болдуин тоже возрастной спортсмен. Да, возрастной спортсмен, 35-летний. Он из хорошей спортивной фигурной семьи, потому что старший брат, его тоже катался в пары. Прекрасно выступал на Линдерской группе. Замечательно катался. И Тиффани Виза в другом сочетании. Она отличалась тем, что они с другим партнером, Дереком Трентом, исполнили на официальных соревнованиях выбросы 4 обороты с Альфердом. Очень хорошее достижение для 10-летней давности. Это было в 2007 году, если я не ошибаюсь. Где-то так. Будет ли интересная борьба в данном, скажем так, трио пар и на что, на самом деле, могут претендовать именно этот сегмент? Вы знаете, в связи с тем, что две американские пары являются практически хозяевами этого турнира, ну, потому что город Винзор находится практически напротив Детройта, через речку Детройта, практически юго-восточная часть Детройта. Поэтому я думаю, что здесь эти пары при хороших прокатах будут иметь небольшое преимущество перед Дарьей Поповым и Дрон Массы. Но в пользу европейцев говорит их, в общем, техническая подкрытность. Я смотрю, сейчас замечательную подкрытку они сделали. Посмотрим. Это первое соревнование международное. А на самом деле паре, насколько долго период у них адаптации, проживания друг к другу в техническом, скажем так, освоении друг друга? Этот период может занять период времени от полугода до бесконечности. То есть есть хорошие примеры. Алена Савченко, Рыбиншелькова, есть Таня Волосажер, Максим Траньков, которые привыкли друг к другу буквально с первых тренировок. Поэтому говорить о том, что это, как правило, как-то правильная селекция. Собираются специалисты говорить, вот этот спортсмен может кататься с этой спортивникой. Иногда бывают другие варианты, и пара распадается. Мы будем надеяться, что данная американская пара проживет до 40 лет пара. Если у Марка был 10-летний опыт работы с предыдущей партнершей, то желаем ему до такого благолетия и с Линцей. А давайте вспомним, что короткая программа длится до 2 минут 50 секунд и состоит из 7 обязательных элементов. Из прыжка, из подкрутки, из выброса двойного и тройного. Сейчас мы все увидим, да, уже на самой программе. Хорошо. На самой короткой программе. Итак, Линцей и Марк начинают короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Пожелаем им всем удачи. Итак, второй этап Гран-при Скейт Кеннеда, соревнования спортивных пар, короткая программа. Мы приветствуем американских участников. Линцей Дэвис и Марк Ландвик Линдин Джонсон у них тренером работают. Очень хорошая специальность. Бетховен будет в качестве музыкального сопровождения. Линцей Дэвис и Марк Ландвик Немножко великовато друг от друга. Тройная подкрутка. Выброс тройной Риббергер. Сейчас последует параллельное вращение. С вязаным прошлом. Как сделали? Средненько. Прекрасный оригинальный заход на поддержку с другу 4. Смена позиций. Попытка исполнения сложной вариации, сложная езда. Дорожка шагов. Здесь они пытаются сделать три пересечения по отношению друг к другу. Соответственно, техническая бригада считает количество поворотов и шагов, сделанных в этой дорожке. И финальный момент, элемент Тодис, назад, наружу. Прекрасный заход в корабли Кипахмарова. Катали свою короткую программу. Американцы, Линдси Дэвис, Марк Лендвик. Есть ощущение, что они совсем недавно как пара? Вы знаете, есть ощущение, что нет пока своего стиля. Потому что с предыдущей партнершей Марк, с Амандой Эророй. Аманда привносила какую-то изюминку в пару, безусловно. Здесь девушка, она исполняет элементы. Что помнить прошлое? Есть вот сейчас Линдси, который тоже предстоит, может быть, стать изюминкой этой пары. Можно. Не знаем, сколько времени уйдет на это. Но по поводу каждого элемента, если смотреть на элементы, то я могу сказать зачет, 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 зачет. Вот как-то так. Сейчас мы эти элементы рассмотрим более пристально в замедленном повторе. Сможем, может быть, выявить какие-то особенности исполнения. Можно констатировать факт, что единственный элемент в парном катании, который не подвержен влиянию времени, это Тодос назад-наружи. Потому что в 60-е годы некоторые спортсмены, в частности Людмила Белоусова и Олег Протопопов, исполняли этот элемент намного лучше. То есть была тяжкая позиция партнерши была очень близка ко льду. Партнер делал прекрасную циркуль, в отличие от спортсменов. Сейчас так низко не опускается партнерша, да? Вот в данном моменте это не кончилось, вот эта хора. И, конечно, меня, например, смущает моменты, когда вот они сделали параллельный тройной сальф, они сделали, по-моему, его хорошо, вот на него смотрим. Но в прокате было видно, что они далековато друг к другу. Дистанция друг к другу, да, стоя на позиции видеокамеры. И все люди должны тоже отразить это в своих процентах. Подкрутка, это она будет или базовая, или первого уровня, то есть не очень хорошего качества. Качество, да, на выбросе девушка сделала ошибку на приземлении. И вот мы видим туда-сназад наружу, где партнеры и партнерши стоят на правой ноге. И голова девушки должна пытаться быть не выше уровня колена. И в этом случае получилось, что в какой-то момент она достигла уровня колена, и, наверное, не получила базовую уровень, но не будет. Так, смотрим оценки. 47,5. Это оценки первой американской пары. Если мы разделим вторую оценку, 23 балла на 4, да? Они занимают, естественно, сейчас первое место. То компоненты приблизительно по 5,5 баллов. Еще одна американская пара, Тиффани Вайс и Дон Болгин. Тоже возрастной партнер, 35-летний. Чем дальше, тем старше. Я понимаю, что нас ждет во второй разнице. 34 года, да, мы уносим поправку. Но он выглядит очень хорошо. Ну, выглядит хорошо, посмотрим, как он двигается. Ну, возраст, опять-таки, мне кажется, не должен страшить любого мастера. Безусловно, мужчина, да. Тренер Даквадре тоже был парником. Причем хороший. Он какой яркий. Первый элемент. Как раз не сделана двойная подкрутка, не тройная подкрутка. Так, ну, что практически упала. Очень интересно, они делают прыжки в разные стороны. Параллельное вращение. Очень необычно оно смотрится, потому что партнерша вращается вправо, партнер влево. В разные стороны получается, да? То есть, как и прыжки, вот они заходят на разные. Да, да. Это придает своеобразие этому мариуму, кстати. Довольно-таки неплохая параллельность, на самом деле. Дорожка шагов. Сейчас они пытаются исполнить катание совместное в течение дорожки. Это тоже улучшает уровень сложности этой дорожки. Неплохая дорожка, кстати. По отношению к той музыке, которую играют, они пытались выразить операцию музыки. Ну, поддержка. Поддержка из группы четыре. Смена позиций, сложные вариации партнерши, возвращение на одной руке и спуск. Я думаю, что техническая бригада хорошо оценит этот элемент. Исключительный Тодос. Очень хорошая растяжка у партнерши, сложная вариация въезда. Смена хвата у партнера и у партнерши. Мне кажется, что, опять же, это будет неплохой уровень. Кадак уровень 2. Как часто я слышала от вас слово «неплохой» в момент выступления. То есть, скажем так, средний... Можно назвать это средним уровнем того, что нам еще предстоит увидеть? Или это все-таки... Вы знаете, это неплохой базовый уровень катания. Но не более того. Я думаю, что у второй разминки мы увидим более классное исполнение. Но здесь были элементы, которые они сделали очень неплохо. Например, параллельное вращение, дорожку, поддержку замечательно сделали. Подкрутка была двойная, но иногда лучше сделать двойную подкрутку с амплитудой, с хорошей размножкой, нежели сделать тройную подкрутку и сделать ее на минусовой оценке. Честно, можно наблюдать у спортивных пар вот именно этот элемент, когда они вращаются в разные стороны? Ну, это зависит от изначального катания. Это не то, что партнер, например, взяла и начала прыгать вправо и вращаться вправо. Просто она изначально, когда занималась одиночным катанием, таким образом прыгала. Но это создает определенные сложности в парном катании, потому что кто-то из партнеров должен подстраиваться под неправильную сторону. Но, однако, и шаром иногда создается хорошая атмосфера. При исполнении таких элементов кажется, что они более оригинальные, чем сделанные обычным образом. Вот здесь очень здорово партнер ловил партнершу подкрутки. И вот посмотрите, довольно-таки близко они сделали параллельный троймет лов в разные стороны. Партнерша не докрутила немножко. И, конечно же, этот прыжок будет понежен, скорее всего. Тут есть два понятия в исполнении прыжков в момент приземления. Так называемый недокрут, когда партнер или партнерша приземляются, недокручивают от четверти до половины оборота. И понижение, когда прыжок рассматривается как на исполненный наоборот меньше, чем когда люди приземляются на половину оборота меньше, чем у нас. По-моему, они довольны. Сейчас оценку покажут, насколько они довольны действительно происходящим, уже произошедшим. Вы знаете, я думаю, что большая честь кататься на таких соревнованиях, как и так в Сирии Гранд-Польской, Кремодовой и любой другой. Ну да, быть в восьмерке, в данном случае восьмерке выступающих, кого пригласили. Ниже седьмого места они уже не опустятся. Да, ниже седьмого не опустятся. Так оценки американской, второй американской пары Тифани Вайси и Дон Болгой. Минус один. Динакшн западение с лошка. 46 и 47. Игра была равна. Кстати, если бы эта пара не получила минус один за падение, она бы выиграла следующую пару. Они бы выиграли первой американской пары. Итак, второе место на данный момент. И заключительные выступления в этой группе французы Дарья Попова, Груно Массо. Хотя называть, конечно, Дашей французенкой в полном смысле этого слова язык не повернется, но тем не менее родилась она в России. Большую часть времени, как сказал Туранин Александр, провела в европейской части континента. Итак, они завершают первую группу участников и представят свою короткую программу. Под названием «Прекрасная история». Это саундтрек. И тренер у них, один из тренеров Инга Штойер. У них несколько говорят, что у них несколько жестковатая страна. Сколько вы потом согласитесь с этим, или согласитесь просто вот сейчас? Она мужественная. Как повод для разговора. Прекрасно исполненная подкрутка, кстати, очень амплитудная, высокая. Пройной тулуп. Исполненный хорошо. Готовится к поддержке. Прекрасный подъем с танцевальной позицией, смена позиции, сложная вариация позиции партнерша, хороший спуск. Также партнер держал партнершу на одной руке во время поворотов. Настало время выброса. Последовало падение. Безусловно, я думаю, что ошибка. Может быть и партнера была. Выброс, да, когда он уже шел. Сделал такой выброс, да. Тудос. Назад на рожу. Он мне не понравился. Дорожка шагов. Вот здесь вы правы были в начале программы. Действительно, очень жесткое катание. Дарья теряет все повороты, я посмотрю. Смотрите, очень много наступаний. Скольжение на двух ногах, зубцов. Подпрыжек. Вот и партнер думает, не буду отставать от девушки. Техническая бригада думает, что это сложная вариация работы корпуса. Но это была ошибка. Параллельное вращение. Как вы можете заметить, очень многие пары делают въезд в прошлое. Исполняют все три базовые позиции, стоя в Либели и в Волчке. Сейчас они пытаются сделать шесть оборотов. Сложная вариация. Вот вы видите, что различные позиции партнеров. И это является тоже ошибкой. И дистанции друг от друга завершают короткую программу. Представители Франции, Дарья Попова и Бруно Массо. Ну что, с сильной стороны у них это, наверное, поддержка такая необычная. Безусловно. Подкрутка неплохая была. Подкрутка неплохая. Но действительно, вы были правы в начале, когда говорили о том, что очень жесткое катание. И это им очень мешало в исполнении таких тонких вещей, как повороты. Дорожки. Дорожки, да. Напускалось много. То есть не было глубоких ребер, они не чувствовали. Они даже не чувствовали, в общем, наверное, какую-то поддержку друг другу. Получается, что кто в лес, кто подрывает. Кто сам по себе. Как это там. Как это сам по себе. А можно же, можно избавиться от дискового катания? Безусловно, можно. Но тяжелый изнурительный труд, конечно же. И иногда это не поддается тренировке. Иногда бывает понятие такое, что человек родился с коньками на ногах уже. Мы смотрим, как аж катается. Бывает, но он может их найти на протяжении всей своей жизни. Те коньки, которые ему нужны. Но он берет другим тогда. Да. Пытается. Сейчас мы как раз видим эту подкрутку. Здесь партнер попытался даже развести руки после толчка партнерши. Это тоже является признаком. Вот на выбросе, мне кажется, ошибка была заведомо видна, потому что он, партнер, приложил слишком много усилий. Да, и отправил на лед. Отправил ее чуть-чуть наружу по той траектории, которая была изначально предрасположена к падению партнерши. И почему мне не понравился Тодос, скомканный был заход. Очень узкий сам по себе Тодос и высокая позиция партнерши. То есть голова не ниже уровня колена. Уровня колена, опорной ноги, конечно же. Но мы не будем вдаваться в такие подробности, потому что, мне кажется, если мы смотрим общий образ элемента, то нам становится понятно, почему нам это не нравится. Все же. Не разделяя это по каким-то частям. Даша и Бруно получат свои оценки за короткую программу. Расстроили они, расстроили. И сами себя, и своих почитателей. Кстати, вот заметьте, если смотреть на результаты первых двух пар, техническая оценка 23-24 балла. Здесь 25, но в сумме 48. Общий итог 48 и 43. Получается первая позиция пока на данном моменте. Но опять же, это разница в полбалла, плюс-минус, это ничто. Итак, французы Дарья Попова и Бруно Массо пока лидируют в короткой программе. Ждем продолжения. Если говорить вот о технической оценке, то 23-24 балла позволяют спортсменам участвовать на чемпионате Европы без отбора. То есть они попадают в прямую соревнования на короткой программе. Так, сейчас уже готовятся к выходу участники второй группы, где будет много интересного. В первую очередь, естественно, многократные чемпионы Европы и мира Алина Савченко, Робин Шалковый из Германии. Ну а также канадская пара Эрик Редфорд и Меган. Если говорить об этой паре, Меган Дюхамель и Эрик Редфорд, то у них тоже были разные партнеры и в конечном итоге они счастливы встретились. И то, что касается Меган Дюхамель, она была очень хорошей одиночницей, замечательно выступала на юниорских этапах гран-при. Иногда были моменты, когда она каталась одновременно и в одиночном парном катании на одном и том же соревновании, что на полу неопределенная нагрузка психологическая. Ну это надо быть большим экспериментатором, чтобы выносить подобное. Такие случаи происходили в мире фигурного катания, потому что, например, была такая канадка Сюжан Моро, которая выиграла канадский национальный титул, то есть выиграла чемпионат Канады в 47-м году, в 48-м году в парном катании, в 48-м году в танцах на льду и в 49-м, в 51-м году в одиночном катании. С тайной практически взяла пресс, да, молодец какой. Действительно, она родилась в каймках. Также мы знаем, например, пример Чарли Уайта, танцора прекрасного чемпиона мира, который одновременно совмещался в одиночном катании. Как раз таки показывает сейчас Эрика Рэдфорда, только мигом пока не вижу, где-то она подстала. Интересная очень пара. Мужественная девушка, мужественный партнер, потому что был случай на чемпионате мира в Москве в 2010-м году, когда они в короткой программе исполняли подкрутку, и партнерша ударила лаксон в нос партнера, да и сломала ему нос. Он очень молодость на себя вел, и она как могла помогала. Какой же силой должен быть удар, чтобы сломать... Какой же силой должна вода, чтобы быть партнером, чтобы выйти на следующий день. И сделать то же самое в тройном варианте, и докатать произвольную программу, и занять достойное место. Ну, это как раз представители Италии были на ваших экранах, Андрей, Катарик, Катарик и Стефания Бертона. Девушка тоже была одиночницей итальянской хорошей, и мальчик из Чехии оригинально. И лет 10 назад он переместился в Италию, нашел свою судьбу, партнершу. И замечательно катается сейчас в паре с Италией, стал итальянцем на итальянцем. Мне так кажется. Ну и вот, не ошибусь, наверное, если назовусь, безусловно, фаворитами этих соревнований, Алену Старшенко на ваших экранах, в невероятно красочном, нижней части, по крайней мере, точном костюме, что-то вверху... Костюм книг обежца, я так понимаю, да? Да, пожалуйста. Вот и ее партнер Робин, тоже в таких ярких, даже кислотных тонах. Кстати, они всегда отличались с оригинальностью своих костюмах, в музыках, в постановках, в элементах. Я думаю, что и в этом году они удивят публику своим прокатом. То есть вы думаете, что завтра трибуны будут ломиться, да, от публики? Мне кажется, сегодня было ломиться, если бы не была пятница и конец рабочего дня. Если бы открыли мост, да, из Америки, с тоннелем. Понятно. Говорят, что американцы очень любят этот канадский город, потому что... Потому что 19-21 год, я понимаю, да. 19-21, да, потому что можно здесь выпить алкогольную продукцию немножко раньше, на два года, чем... Представляете, как нудно жить в канадцам в Индере? Им-то зачем в Детройде сматываться? Да уж. Только если за машиной. За канадской. Да-да-да. Ни слова не сказали, а еще об одной канадской паре по H.Lorence, Ридис Видерс. Придет время, они тем более первыми в листе ожидания следующих участников, которые откроют короткую программу. Такой известный в узких кругах пара. Она занимает 12-е место на этих игре. Прекрасно, вы знаете, это очень хороший результат, опять же. Мне кажется, каждую пару надо ценить, потому что они... Множественные люди, оригинальные по-своему. В прошлом году, кстати, Пейдж и Уди на скейт-кеннеде, который ходил... Они, по-моему, замечательно выступили. Восьмое место они заняли в 2011-м году. Я помню, в Москве на Кубке России они катались и заняли, по-моему, 5-6-е место. Да, было такое, в 2010-м году, 5-е место, в целом, наверное. Канадские зрители готовятся поддержать своих любимцев. Ну, любимцев, почему? Потому что они канадцы. Две канадские пары сейчас будут бороться за попадание... В финал в гран-при. В финал в гран-при, да, в данном случае. Но я думаю, что как раз-таки Меган и Эрик смогут побороться за лидирующую позицию с Савчиной Кошелковой. Потому что, ну, а говорю сразу, говорил с специалистами, которые видели Робина и Алену перед началом сезона, выглядели они, может быть, не так блестяще, как обычно. Судя по костюмам сегодняшним, я думаю, что они будут блестящие. И не надо забывать, что они очень опытные и уверенные в себе люди. Сейчас мы убедимся в этом, я уверен. Так, закончилась разминка. И на лёд выходят хозяева льда. Прошу прощения за такую тавтологию, но её не избежать. Пейдж Лоуренс и Руди Свайгерс. Музыка под названием «Робин и Мэрион». Да, это саундтрек-фильм, да. Про Робина Шелкового, наверное. Возможно. Музыка под названием «Робина Шелкового». Они открываются в выступлении параллельным прыжком. Музыка под названием «Робина Шелкового». Пятая из хороших шагов. Музыка под названием «Робина Шелкового». Захутный подкрепка. Неплохая подкрытка, не более таро. Тобес назад наружен. Сделан уверенно. Параллельное вращение. Партнера проблемы после приземления. Параллельное вращение. Сейчас следует дорожка шагов. В этом году она может быть абсолютно вольной формы, покрывающей все передовой прошедкой. Неплохая дорожка. Оригинальный заход на поддержку. Очень интересный переход из одной позиции в другую позицию партнерши. Очень интересная поддержка. На этом они заканчивают свою короткую программу. Хочется отметить очень хорошие физические данные партнера и партнерши. То есть у них очень хорошее сочетание роста весовых показателей, что позволяет партнеру замечательно делать выбросы, поддержки, подкрутки. Хочется сказать, что партнер не вертовость катания. Он намлевает образ хоккеиста канадского. Сильного, мощного, уверенного в себе. Мне кажется, для хоккея он еще слабал. Хорошо, он потренируется. У него есть запас лет. Здесь только внешние данные. Я имею в виду физическая мощь. Можете играть ему на руках. Хотя катание в хоккей иногда тоже играет. Вы знаете, мне понравилось катание. Были очень интересные заходы на параллельный прыжок. Очень хорошая поддержка. Зачетный трудосбор. Были проблемы с параллельным вращением моего партнера. После прыжка, да? То есть он потерял позицию даже Либида после приземления. Потому что параллельно вращение там бывает, что ценится наличие всех трех базов. Позиция Либида, Волчка и Позиция 100. И как раз и вы видите на это вращение. Посмотрите. Вот как раз то, о чем я говорил. Очень интересный заход на параллельный тренинг уют. Небольшая помарка на приземлении, но замечательный заход на одной ноги с шагов. Твой брус? А, это подкрутка? Подкрутка, да. Но она обычная, сделанная на базовый брус. Это ошибка партнера. Здесь, да. Он высоко сидит у Волчки, потому что бедро опорной ноги тоже должно быть параллельно льду. Что у партнера не очень наблюдается. Но это, видимо, связано с его как раз габаритами. Комплекция. Выброс неплохо. Партнерша, видимо, очень хорошо владеет собой в безопорном положении. Спасает такие элементы. Даже предназначение. Вот они все-таки передают привет Робину. Справа Линдон Джонсон. Как раз тренер и первой парой, которой у нас выступала американская Дэвис Ладвик. Привет, Канада. Да уж, привет, Канада. В Америке самое популярное выражение было, когда мы сидели в Kiss and Cry, а не Боди Хоу. Кто он? Кто он? Кто он? Кто он? Пар, который мы увидели. На самом деле это не очень серьезные результаты, потому что если смотреть на лучшие результаты, которые... Нет, ну естественно, равняться на них, как на сильнейших, сейчас просто бессмысленно, потому что есть, например, та же вторая, которая выходит на лед, вторая пара. Хороший результат начинается с результатов в районе 60 баллов. Так бы я сказал. Меган Дюхам или Эрик Рэдфорд на льду. Ну, для них как раз-таки лучший результат за короткую программу на чемпионате мира 2012 года был 63-69. Неплохой результат для них. Это была концовка сезона, поэтому... Равняться на нее тоже будем. Пожелаем спортсменам успеха и достижение вот этого результата, который вы сказали. Первая линейная подкрутка. Тройная подкрутка, сделанная неплохо. Я думаю, что это задумано было. Да? Немножко не удалось. Замечательный подъем с оригинальной танцевальной поддержкой. Кстати, смена направления, скольжение партнера. Вы заметили, что он сначала сделал оборот вправо? Великолепное приземлемое, великолепный выезд. Никто не ожидал такого. Интересно, связующие элементы, оригинальный заход на тот и с назад наружу. Очень-очень неплохо. Здесь немножко другая музыка, которая должна завести публику, которая понимает, о чем речь. Попытка исполнить феноменальный для парного катания прыжок тройный луксус. Выброс такого же названия. Мегам абсолютно всегда делает нормальное приземление. Дорожка. Смотрите, они делают свою дорожку расслабленной, с удовольствием, с улыбкой. Должно нравиться публике судье. Замечательно. И скольжение на одном колене. Работает так. Очень хорошая дорожка. Вы можете понять, что тут слова в музыке нет? Я шучу. Это будет разрешено в просто Олимпийский город Сочи. Параллельное вращение со сменой ноги. Очень неплохой унесон. Сложные вариации в балочке. Я думаю, нехорошая получит оценку от судей, от технической бригады. Безусловно, это лидер нашей соревнований. Один из лидеров. На данный момент он станет лидером, безусловно. Здорово. Хочется отметить тех тренеров, которые тренируют. Это Эричард Готье, который тренер Олимпийских чемпионов. Джейми Солей, Дэвид, это перелетия Олимпийских чемпионов 2002 года в Султ-Лейк-Сити. И Бруно Марко. Тот человек, который тоже был очень хорошим парником и сейчас замечательно продолжает свою карьеру, будучи тренером. Также у них, видимо, у них такой семейный подряд, потому что сестра Бруно Марко, Джулия Марко, она является кариографом на этой паре. Вот перед нами появился Ричард, замечательный тренер. Да, который, безусловно, доволен выступлением своих учеников. Посмотрите, какая реакция Меган непосредственная. Мне кажется, она живет этим видом спорта, она получает удовольствие от каждого проката. Наверное, вот это состояние можно назвать плюс старт в фигурном катании. Когда человек выходит и на старте, на соревнованиях делает более лучшие прокаты, чем на тренировках. Здорово. Здорово создать такую атмосферу. Поздравляем Меган и Эрика с таким прокатом. И будем предполагать, что они получат наивысшие оценки из тех, которые, естественно, мы уже видели. Как вы думаете, какие баллы будут в сумме? Ну, больше 60 точно. 59,99. Да? Мы видим подкрутку. Была неплохая разножка, была неплохая ловля. Они же дома выступают, должны им сделать сумме? Это тоже, скажем так, небольшое... Не знаю. Я всегда верю в честность судьи. А это здесь никак не влияет на честность судьи? Я думаю, что как раз то, как они исполнили эту программу, повлияет на судейские восприятия. Смотрите, какой замечательный выезд из поддержки. Здесь была небольшая ошибка партнёра на приземлении. Да, и вот с этой точки более заметно. У меня такое ощущение, что всё-таки докрут поставят. Не будет никаких понижений. Всё равно. Даже если партнёр коснулся левой ногой. То есть, да, первая. Для оценки Меган Дюхамели и Эрика Рэдфорда за исполнение короткой программы на втором этапе Гран-при Скейт Кеннеда. 64-49. Я же говорила, больше 60. Это флантастика. Молодцы. Они пока лидеры соревнований. Это спорт и флантик, 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 флантик. Да, да, да. Продолжение следует... Мы должны были все в порядке. Специально. Мы должны ждать, пока они сейчас. Да, я думаю, пока они сейчас. Да, да, я уверен. Мы действительно пытаемся. Если мы были прекрасно планированы, мы должны идти в порядке. Следующие участники короткой программы – Стефани Бертон и Андрей Катарик. Это представители Италии, несмотря на то, что пара на самом деле межнациональная. Ну, у него есть итальянское гражданство. У него есть итальянское гражданство, но корни все равно у него из Чехии. Так что не будем забывать об этом. 22 и 28 лет, соответственно, каждому из партнеров. Оба тренера – технические специалисты. В одиночном в парном катании Джейсон Данжен и Франко Генковни. Этим летом они тренировались в Чикаго. Ну, по крайней мере, так проводили. Поэтому выбрали такую музыку «Paint in black» Бэр Роллингстонс. Срезовочные сборы. Тройной кулуп. Сделан нехорошо. Заход на подкрутку. Очень хорошо. Для себя они сделали очень хорошую подкрутку. Выброс тройной Рейнберга. Увереный выезд. Поддержка. Хват одной рукой – смена позиции. Еще раз – одна смена позиции. И сложная вариация спуска. Дорожка шагов. Совместное катание. Вот сейчас происходит. Ребята владеют очень неплохо коньком. Неплохая дорожка. Тодос назад, наружу. Тодос зачетный. Партнер начал сгибать локоть в конце Тодоса. И параллельное вращение. Это была, видимо, какая-то сложная вариация трансляции. Правда? Абсолютно точно. Далеко ведь Канада находится. Пока дойдут все. Пиксели. Небольшое у них расхождение в конце программы. Позиция стоя. Но в целом замечательное катание. Мне очень понравилось, что партнерша привела себя в очень хорошие физические кондиции. Вот. И партнеры сразу это сказалось на том, что у них парные элементы пошли намного легче и лучше. То, что касается поддержки под короткие. Мне кажется, они должны быть довольны катанием. Как всегда, замечательные костюмы. Мне кажется, итальянцы всегда отличаются хорошим вкусом в выборе костюмов и музыкального сопровождения. Вот. А что касается моды, здесь они могут быть спокойны. Но с 2009 года, в общем-то, партнеры вместе пробуют себя. Спортивная пара на льду. Встречая их вместе, мне кажется, что у них налажена какая-то очень хорошая внутренняя связь друг с другом. Понимание, которого мы не видели в каком-то количестве предыдущих пар. Например, французская пара. Такое ощущение, что они немножко недопонимали друг друга в течение исполнения программы. Смотрите вот на эту пару. Видимо, они хорошо провели время летом. Тренируюсь в Чикаго. В Чикаго, да. Оба тренера отличаются тем, что они очень хорошие технические специалисты. И поэтому в программе мы видим замечательно поставленные элементы. Без всяких ляпов. Работают они с Анжеликой Крыловой, собственно говоря, и Паскалем Камерленко. Безусловно, постановки программ происходят с Анжеликой и с Паскалем. Но тренеры вот сидят Франко и Джейсон. Хореография ведь тоже огромное значение имеет при обкате программы. Безусловно. Хореография имеет огромное значение, когда все остальные элементы сделаны прекрасно технически. И тогда можно задуматься о том, чтобы эти элементы украшать. Так сказать, дать огранку. Да, делать соединительные какие-то шаги, танцевальные поддержки между переходы, кораблики. Как раз эта пара отличается. Здесь вот у нас параллельное вращение. Да, но это в самом конце вот сейчас они разойдутся. А вы заметили, например... Заход был у них не совсем синхронный. Так, я думаю, что судьи сильно накажутся за это их. Так, ждем оценки для итальянской пары Стефани и Андрея. 59-79 получают они в итоге. И таким образом оказываются на второй позиции в списке участников соискательной наград на Кубке Канады. И так второй этап Гран-при Скейт Кеннеда. Вашему вниманию и вашему вниманию пара из Германии. Четырехкратные чемпионы Европы и мира Алена Савченко и Робин Шалковы. Они исполнят свою короткую программу и будут бороться за наивысшие места. Даже за первое место, я бы сказал. Насколько они смогут составить конкуренцию, другим участникам узнаем через какое-то время. Но к этой программе они подготовились очень крепко. Первый элемент выброса. Выброс тройной флип. Сделанный шикарно. Параллельный прыжок Тугу в три оборота. Неплохо. Подкрутка. Исполненная очень хорошо. Настало время Тодоса назад наружу. Здесь он демонстрирует свою растяжку и гибкость на заходе. Очень неплохие линии. Подчеркивает их костюмы. Параллельное вращение с въездом кашку. С позиции волчка, позиции либеля. С захватом. И после смены ноги идет волчок. Позиция стула. Есть небольшие расхождения ног. Наверное, они подработают перед следующим стартем. Время дорожки. Заметили, что они исполняют дорожку по рисунку круга. В отличие от всех остальных пар, которые делали по кремам. Тем самым усложняют оценку для технической бригады. С точки зрения наличия пересечений, катания вместе, исполнения поворотов и шагов. Заход на поддержку. Сложные вариации позиции партнерша. Прекрасный спуск. Ну что, браво. Для первого проката прекрасно, Наталья, как вам кажется. В мастерстве Алены и Робина сомневаться мало, когда приходится. Но в очередной раз они достойны. И мне кажется, что стала публике понятна концепция дизайна костюмов, образов. Которую они пытались передать. В общем, очень экстралагантно, очень красиво. И все к месту. Хороший очень манесон, замечательные линии. Изумительно смотрятся партнерши. Я не знаю, может быть, Робину что-нибудь придумать. Какой-нибудь поясочек тоже. Но не знаю. Ну, я думаю, для линии талии это придумали. Да, для того, чтобы партнера, например, на подкрутку, да, половить. Держаться нужно. Да, да, да. Куда ставить руки. Так что в этом плане все продумано. Я думаю, что Инга Штойер и их тренер должны быть довольны этим прокатами. Ну, в общем-то, они забоевали в своей жизни все, что можно, кроме, наверное, золота Олимпийских игр. И как раз, я думаю, что у них сохраняется какое-то внутреннее психологическое напряжение перед Олимпиадой в Сочи. Они готовятся к этому. Ну, они в прошлом году тоже пытались какие-то новые элементы вводить в свои программы. Например, выброс тройной аксель. И специалисты думали, что же это такое, зачем они... Зачем они это делают. Так, бьются, да. И я думаю, что их попытки вот что-то поменять... Как раз-таки выброс... Пошли на пользу им, да. Потому что сейчас они вернулись к каким-то старым вариантам. Вот выброс тройной филипп был. И он сделан, как всегда, замечательно. Очень красивые линии на Тудосе. И голова очень низкая, опять-таки, да. Как раз-таки то, чего немногим партнершам хватало. Безусловно. Среди участников, уже выступивших здесь, на Льву, в Канаде. Параллельные вращения тоже были очень красивые. В любом случае, есть моменты, над которыми нужно работать. Интересно. А вот всегда есть над чем. Конечно. Но вот то, что они делают, вот эту поддержку из группы 4, безусловно, они используют старые заготовки, потому что вот это я уже видел в предыдущие годы постоянно. То есть здесь ничего нового. Может быть, пока в каких-то моментах они не хотят экспериментировать, потому что... С поддержками иногда не нужно экспериментировать, потому что если однажды найдем какие-то позиции, которые из раза в раз приносит успех, конечно. На предыдущих соревнованиях этапа серии Гран-при Скайта Америка наша пара волосажеров-драньков набрали 65-66 баллов. За короткую программу посмотрим, сколько было сейчас. Итак, 72-26 сотых. Это первое место после короткой программы, с чем мы поздравляем Алену Савченко и Робина Шелкова в прекрасном прокате для начала сезона. Здорово. Итак, мы смотрим итоговую таблицу, которую имеем после короткой программы на втором Гран-при Скейт Кеннеда. Алена Савченко и Робин Шелкова на первой позиции. Следующая канадская пара Меган Рихамель и Эрик Редфорд. И итальянцы Стефани Бертон и Андрей Хатарик занимают третью позицию. Но вся борьба впереди. Завтра произвольная программа. Мы продолжим с вами сидеть за этим. И, естественно, завтра настраивайте свои телевизионные приемники. Смотрите Скейт Кеннеда. С вами был Александр Кузнецов, технический специалист Международного союза конькобежцев. Прошу прощения, Наталья Кларк. И благодарю шеф-редактора телевизионной трансляции Елену Щербину за помощь в осуществлении этой телевизионной трансляции. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...